Знакомьтесь, Xiaomi Redmi 4A, самый доступный смартфон компании, бюджетная моделька, которую можно сейчас приобрести, заплатив всего лишь 100 долларов. Поставляется смартфон в простенькой, я бы сказал, даже чересчур простенькой белой коробочке, на одной из граней у нас указано, что это 4A, что у нас есть в комплекте. Конечно же, это скрепочка для извлечения лотка с сим-картами, зарядное устройство с переходником. Зарядное устройство используется, конечно же, самое простенькое. Здесь максимальный ток заряда равен 1 А. Сам смартфон может заряжаться и большим током, поэтому если у вас есть более мощная зарядка, ее, конечно, можно использовать. Ну и microUSB кабель. Не знаю, почему китайцы так любят эти цвета, такое ощущение, что они закупились где-то по дешевке этими красками и теперь пытаются в каждой модели продать как можно больше именно золотых или розового золота таких вот смартфонов. Но, что самое интересное, что данный смартфон просто не продается в других цветовых решениях, то есть какие-то серебристые или черные вариации вы просто не найдете. Так, но это не минус, так как вживую оказался он очень даже неплох. Этот цвет розовое золото, не уверен, что оттенок через видео правильно передастся, однако попытаюсь вам его показать. Что хочется сказать, вживую он выглядит гораздо приятнее, чем на картинке. И он очень напоминает по дизайну такие смартфоны, как Mi 4i и Mi 4c. Изготовлен он полностью из пластика, крышка пластиковая, однако я не могу сказать, что это минус, так как пластик достаточно качественный, а визуально вообще никак не отличается от металла. В верхней части мы можем найти инфракрасный порт и разъем под гарнитуру. Также здесь есть отверстие, вот рядом маленькое, которое используется для второго микрофона в качестве шумоподавления. Нижняя часть, микро-USB разъем, основной динамик расположен у нас на задней части. На лицевой части мы можем увидеть привычные сенсорные кнопки, они не имеют здесь подсветки, однако в них встроен индикатор событий, трехцветный. Даже в бюджетной модельке у Xiaomi это есть, и это плюс, и этого не отнять. Лоток для симок находится на левой грани. Так, по дизайну вроде бы разобрались, стоит добавить, что качество сборки очень приличное. Перейдем к его работе. Очень мне нравится его работа, менюшки все открываются плавно и одновременно быстро. Процессора хватает с лихвой для выполнения таких задач. Сделаем немного яркость поменьше. И давайте посмотрим технические характеристики. Начнем, пожалуй, с процессора. Здесь у нас Qualcomm Snapdragon 425. 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Видео Adreno 308 работает с максимальной частотой 500 МГц. Также могу отметить здесь наличие 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Экран 5 дюймов, HD 1280х720. Качество экрана очень и очень для бюджетника солидное. Есть небольшой вопрос к черному цвету. По диагонали он становится немного серым. Но это актуально абсолютно для любых IPS матриц, особенно недорогих. Итак, видим, насколько сочные картинки. Под углом цвета не искажаются. Черный довольно неплох. Засветов экранов каких-то нет. Подсветка равномерная. Единственное то, что я и говорил, это если по диагонали черный уходит в серый. Вот сейчас я поверну, будет видно особенно хорошо. Но это касается только некоторых диагоналей. Под прямой видимостью черный достаточно глубокий. По горизонтали и по вертикали тоже все нормально. Обычно, как вы используете аппарат, выглядит экран очень хорошо. Раз уж мы зашли в Antutu Benchmark, давайте посмотрим на результат. Это 36 038 очков. Слабенький результат в 3D, всего 2490 баллов. Но это говорит лишь о том, что здесь не очень мощный видеоускоритель. Как указывает сам Antutu, game performance is mid-level. То есть, игровая производительность на среднем уровне. То же самое можно сказать и по CPU. 13 000 баллов. Middle-end. Оперативочка набрала 5000. Результат, в принципе, неплохой. 36 000. Этого достаточно для большинства задач, даже для игр, включая такие, как Asphalt 8 или Subway Surf. Я запускал Asphalt 8. На средних настройках графики немного подлагивает. На минимальных очень и очень идет плавно. Epic Citadel на настройках height performance 59,8. То есть, набирает максимум. Если выставить настройки height quality, также максимум 59,4. На ultra height quality, к сожалению, всего лишь 40 кадров в секунду. Этим и объясняется проседание и тем, что не тянет на средних и высоких настройках графики 8-й асфальт. По поводу связи и разговорных функций. Абсолютно никаких нареканий. Разговорный динамик очень громкий, четкий и слышно все просто изумительно. Микрофон чувствительный, поэтому собеседник вас услышит всегда четко, а благодаря хорошей работе шумодава это будет осуществимо, даже если вы находитесь в шумной обстановке. По поводу динамика, который передает рингтон и музыку, он тоже довольно неплох. Достаточно громко и качественно. Некоторые обзорщики отмечали небольшую хрипоту в динамике на максимальной громкости. Ну, то ли что-то поменяли в настроечках, то ли сейчас более какой-то удачный экземпляр у меня на руках. Абсолютно никакой хрипции не ощущается. Далее, по поводу прошивки. Это один из самых интересных моментов. Телефончик я заказывал на Али, он пришел ко мне уже с глобальной прошивкой. Видим, MIUI Global 8.1, стабильная. 8.1.4.0. То есть, шить абсолютно ничего не нужно. Здесь уже установлен качественный русский язык. Присутствует обновление по воздуху. Ссылочку на продавца, который шлет уже с глобальной прошивкой, я, конечно же, оставлю под видео. У него смартфон стоит 109,99. При помощи кэшбэк-сервиса цену можно скинуть до 100 долларов. Читаю, отличное предложение. Так, следующее. По камере. Естественно, здесь установлен не очень серьезный сенсор. Здесь установлена 13-мегапиксельная камера с КМО с сенсором. Апертура 2.2. Что это говорит? Говорит это лишь о том, что днем снимки получаются хорошие, а вот вечером так себе. Ну вот, посмотрите некоторые примеры, которые я отснял. Снимок сделан днем на определенном расстоянии. Видим текст. Все очень довольно читабельно. Так, далее. Более такая крупная фоточка. Все в фокусе. Все отлично. Здесь сделал специальное фото, чтобы показать вам резкость. Резкость по углам снимка. Видим, да, один угол, другой угол. Все веточки, все веточки. Все четенько. Очень резко. Да, конечно, детализация не самая лучшая, но я считаю, довольно неплохо для телефона за 100 баксов. Предлагаю посмотреть некоторые фото в полном размере. Субтитры сделал DimaTorzok Возможности видеокамеры ограничены максимальным разрешением Full HD 1920х1080 с частотой 30 кадров. Так, Wi-Fi поддерживает только диапазон 2,4 ГГц, что для некоторых может быть недостатком, так как нет 5 ГГц. Однако, возможно, отчасти к пластиковому корпусу, а возможно хорошей антенни, его уровень приема достаточно высокий. Видим скриншот, который сделан в комнате с роутером. Соседняя комната через стену. Максимальное отдаление две стены. При этом мы получаем такую скорость. В комнате с роутером 44 Мбит на скачивание. отдачу не смотрим, мой тарифный план. И дальняя комната на скачивание 22 Мбит. То есть, скорость просела в два раза, но, в принципе, это неплохо. Здесь через две стены у меня смартфоны показывают все. Примерно такой результат. То есть, с Wi-Fi все в порядке. Теперь по GPS. Время холодного старта составило 4 секунды. Через 4 секунды было соединение со спутниками. Буквально через секунд 20 я уже нашел максимальное их количество. Это 24. 20 было в использовании. Точность 5 метров. Это при плотной облачности. Ну и не очень хорошей погоде сегодня. Думаю, в хорошую погоду будет ситуация немного получше. Видим, поддерживает GlowNAS GPS Bait Dole. Snapdragon всегда славился своими хорошими навигационными способностями. Ну и последнее это батарейка. Здесь установлена батарейка емкостью 3120 мАч. Ее хватает на два дня среднего использования или на сутки очень активного. Некоторые умудряются заряжать данную модельку раз в 3-4 дня. Но это уже использование в основном просто как звонилки. Мне хватает на два дня при 6-ти часах активности экрана. Вот в принципе и все. Давайте подведем итоги и назовем основные плюсы и минусы. Конечно же основной плюс это цена устройства. За 100 долларов вы получаете вполне цельный добротный и сбалансированный аппарат с современными характеристиками. Ну вот в принципе и все, что я хотел о нем рассказать. Если какие-то вопросы у вас возникли задавайте в комментариях. постараюсь всем ответить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok